Доброе утро на РБК УФА. Региональные новости. Меня зовут Маргарита Гафарова. Госдума просит Генпрокуратуру проверить, как в Башкортостане были организованы общественные обсуждения территориальных схем размещения отходов. Инициатива принадлежит Комитету по экологии и охране окружающей среды. По словам его председателя Владимира Бурматова, мониторинг, проведенный Думским комитетом, показал, что мнение россиян в этом вопросе практически не учитывалось. Многие регионы либо вообще не проводили общественные обсуждения, либо сделали это формально. Как рассказали нашему телеканалу в Республиканской Минэкологии, проект территориальной схемы был опубликован на официальном сайте и общественные обсуждения длились с 28 октября по 28 ноября 2019 года. В них могли принять участие жители, регоператоры, представители администрации городов и районов. При последующих изменениях территориальной схемы доработанный документ вновь вынесут на общественные обсуждения. По словам члена регионального штаба ОНФ Мурада Шафикова, в ходе слушаний поступило порядка 8 предложений и замечаний. В основном, конечно, предложения вносили бизнес-структуры, которые заняты в сфере обращений с отходами. Так сказать, что это было широкое общественное обсуждение, конечно, трудно назвать. Но, в принципе, все заинтересованные лица структуры могли в этом обсуждении поучаствовать. А территориальная схема, в принципе, это живой документ, который нужно регулярно корректировать. Я думаю, что это не последняя его редакция. Поэтому в течение года, конечно, какие-то объекты не будут построены. По словам Мурада Шафикова, территориальная схема обращения с отходами, скорее всего, еще будет корректироваться по мере проведения мусорной реформы. Власти Башкортостана проверят корректность начисления платы за отопление жителям региона. Об этом сообщили в Госжилнадзоре региона. В течение двух недель контролеры совместно с общественниками и ресурсниками проверят исправность счетчиков в многоэтажках, а также правильность формулы расчета. На большие суммы в квитанциях за отопление жители Башкортостана массово начали жаловаться на прошлой неделе. Отмечается, что БашРТС выставила счета с доначислениями за декабрь 2019 года жильцам почти 500 домов республики, большинство из которых находится в Уфе. Так, опрошенные РБК Уфа граждане сообщили, что доначисления в некоторых случаях составили от 1 до 3 тысяч рублей. При этом ряд опрошенных ответили, что получили возврат средств до 4-5 тысяч рублей. МинжКХ подчеркивает, корректировки проводились ежегодно. И увеличение сумм связано с тем, что при равномерной оплате за отопление в течение года, расчет потребления на текущий год производится из показаний счетчика за прошедший год. По данным БашРТС, общая сумма доначисления составила 66,5 миллионов рублей. Перерасчет провели только по тем домам, где с собственниками заключены прямые договоры по отоплению. Таких оказалось 6 тысяч многоэтажек. В плюсе же остались жильцы 5,5 тысяч домов. Им вернули в общей сложности 1 миллиард 44 миллиона рублей. На проведение данных корректировок регламентировано правило предоставления коммунальных услуг. Однако сумма начислений у граждан вызывает много вопросов. Госкомитетам БашРТС рекомендовано данную информацию опубличить и разместить на сайте информацию о всех произведенных возвратах и доначислениях, что в ближайшее время, надеюсь, будет сделано. В настоящее время по тем домам, где жителям произведены доначисления, производятся комиссионные осмотры с участием представителей Госкомитета РБ по жилищному строительному надзору. По итогам обходов и по итогам изучения документов будут даны разъяснения и дана оценка корректности данных расчетов. Минжекаха отмечает перерасчет по отоплению в Башкортостане сделают все поставщики, управляющие компании и ресурсники. В зависимости от того, с кем заключен договор. За 2020 год перерасчет не потребуется, поскольку собственники помещений будут вносить плату только в отопительный период. Уфимцы стали больше тратить на интернет-покупки. К такому выводу пришли аналитики Яндекс.Кассы, изучив платежи через сервис на онлайн-площадках за первую неделю нынешнего года и сравнив их с прошлогодними. Самыми популярными товарами горожан стали одежда и обувь, косметика, украшения, товары для дома и хобби, еда и спортивный инвентарь. При этом средний чек за большинство товаров увеличился по сравнению с 2019 годом. Так, в минувшие праздники за одежду, обувь и аксессуары уфимцы заплатили больше на 40%, в среднем по 1500 рублей. Средний чек за товары для хобби вырос на 16%. Уфимцы тратили на свое увлечение примерно по 2000 рублей. В праздники также были популярны товары для активного отдыха и спорта. Горожане отдали за них около 11 тысяч рублей. А вот расходы на еду с доставкой в первую неделю января выросли почти в 2,5 раза. Средний чек около 1700 рублей. Были и те, кто в это время занимался не шопингом, а образованием. На онлайн-курсы и мастер-классы люди потратили в среднем чуть более 2000 рублей. А сейчас коротко анонс событий. Сегодня Комитет по жилищной политике и инфраструктурному развитию обсудит тарифную кампанию 2020 года и продолжит работу над законом о регулировании жилищных отношений в республике. Также депутаты поднимут тему регулирования земельных отношений, а контрольно-счетная палата республики даст отчет о своей работе за прошлый год. Завершается акция «Новогодняя цепочка дружбы». В течение трех недель посетители концертного зала «Башкортостан» склеивали бумажную гирлянду. На каждом колечке они писали строки о дружбе и добре на разных языках. Начало необычному флешмобу положили супруга главы республики Корене Хабирова и вице-премьер регионального правительства Фанур Ягафаров. И сегодня в новогоднюю цепочку дружбы добавят последнее колечко. В итоге длина гирлянды составит свыше 300 метров. После этого 300 детей, участников творческих коллективов концертного зала, растянут цепь перед главным входом. Завершится акция выступлением юных артистов. И в завершение выпуска информация о курсах валют, установленных Центробанком на сегодня. Доллары и евро вновь дешевеют. Американская валюта потеряла в цене 32 копейки. В итоге курс 60,95. Евро минусует 23 копейки и 67 рублей 82 копейки. Лучшие обменные курсы к этому часу – покупка доллара в банке «Финам» по 61,6. Продажа в банке «Найва» по 61,35. Наиболее выгодный курс покупки евро в банке «Финам» по 67,96 руб. И продажа евро в банке «Найва» по 68,20 руб. На этом у меня все. Спасибо, что начинаете новый день с нами. Следите за новостями вместе с РБК УФА и не переключайтесь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова